Содержание школьного курса химии и его вариативность Обучение химии ставит перед собой задачи, которые решаются с позиции единства образовательного, воспитывающей и развивающей функции обучения. Школьный курс химии, первое, обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий, знакомит с методами химической науки. Второе, формирует научное мировоззрение, понимание того, что химическое образование – это обязательный элемент культуры. Третье, вносит вклад в формирование естественной научной картины мира. Четвертое, воспитывает трудолюбие, нравственное отношение к природе и окружающим людям, способствует преодолению химофобии, пониманию приоритета общечеловеческих ценностей. Пятое, развивает мышление учащихся, их самостоятельность и творческую активность, обучает разным видам учебной деятельности. Шестое, формирует практическое умение. И седьмое, способствует сознательному выбору профессии. В последние годы возникают профильные классы, что требует усиления внимания к отдельным задачам. Так, например, в гуманитальном профиле на первый план выдвигается раскрытие роли и места химии в формировании естественной научной картины мира. В культурной жизни общества подчеркивается гуманистическая сторона предмета. А в классах естественного научного направления усиливается внимание к изучению теории и понятий, а также к практической прикладной стороне предмета, целенаправленной подготовки к поступлению в вуз соответствующего профиля. В физико-математических и технических классах усиливается математическая компонентная химия как точной науки. Вместе с тем, следует помнить, что в профильной школе наряду с профильными классами должен быть класс общеобразовательного направления, чтобы ученики, разочаровавшиеся в выборе профиля, могли в него перейти. Содержание предмета химии представлено четырьмя составляющими. Первая – это научными знаниями, вторая – система умений, то есть специальных, интеллектуальных или общеучебных, третья – опытом творческой деятельности и четвертая – ценностной ориентацией. Все эти четыре составляющие взаимосвязаны. Например, не зная закономерности протекания химической реакции, нельзя осуществить ее практически. Без эксперимента, без работы с учебником нельзя приобрести полноценные знания о веществе и химической реакции. Без баз, без опыта творческой деятельности человек, обречен лишь на копирование, не может перенести знания в новую ситуацию, то есть он не владеет ничем. Ценностная ориентация характеризует личность человека, и она определяет его убеждения и мировоззрения. Дидактические требования к содержанию курса химии. В химическом содержании предъявляется ряд дидактических требований, то есть принципов, которые необходимо соблюдать для успешного обучения учащихся. Это научность, то есть отражение реальных процессов и веществ, связи между ними, отсутствие химических ошибок. Научность может быть достигнута тогда, когда учащийся знакомится не только с готовыми выводами, но и с методами, которыми они научились получать. Доступность определяется числом внутри предметных связей изучаемого материала с уже изученным. Например, нельзя объяснить гибридизацию орбитали, если неизвестна теория строения атома. Нельзя понять сущность электролиза без знания окислительно-восстановительных реакций. Кроме того, доступность ограничивается и принципом учета возрастных особенностей учащихся. Еще два принципа – системность и систематичность. Системность очень близка к научности. Понятие системы характеризуется как целостное единство взаимосвязанных компонентов. Требования системности предполагают отражение в сознании учащихся основных компонентов изучаемой науки. Любая система обладает структурой. Учитель обязан четко представлять себе структуру каждого понятия, каждой теории, взаимосвязь структурных элементов. Систематичность же определяет последовательность изучения учебного материала, развития понятий. При реализации принципа систематичности нужно учитывать стакономерность процесса незнания, движения от известного к неизвестному, от простого к сложному. Например, изучение свойств веществ опирается на знание их состава и строения, а применение – на знание свойств. Понятие «химический элемент» первоначально трактуется как вид атомов, а после изучения строения атомов – как вид атомов с одинаковым зарядом ядра и т.д. При систематическом построении материала возможны два логических подхода – индуктивный и дедуктивный. Индуктивный – это когда отсутствует база фактов, необходимая для теоретических обобщений, а дедуктивный – когда теоретическая база достаточно и может осуществляться прогнозирование. Примером дедукции может служить подход к темам, изучаемым после усвоения периодического закона. Связь с жизнью, с практикой – этот принцип, обеспечивающий мотивацию обучения, носит прикладной характер. И особое значение имеет принцип историзма, который способствует реализации логики науки в учебном процессе. Основные дидактические единицы курса химии. Дидактический материал курса объединен в несколько групп. Первая группа – это теории, атомно-молекулярная теория, теория строения атома, строения вещества, учения о периодичности, теории электролитической диссоциации, современной теории строения органических веществ. Некоторые курсы содержат сведения о закономерностях возникновения и протекания химических реакций, например, элементы химической термодинамики и кинетики. Вторая группа – это законы. То есть, законы сохранения и превращения энергии, законы постоянного состава, законного гадра, закон сохранения массы веществ и другие. В третьей группе относятся химические понятия, каждая из которых представляет сложную систему более мелких понятий. Таких систем понятий в школьном курсе «Химия-4» – это вещество, химическая реакция, химический элемент и основы химического производства. Четвертая группа – это методы химической науки. Заметьте, имеются в виду не методы обучения химии, а методы исследования, используемые в химической науке, посовствующие научным открытиям и созданию химических теорий. Поскольку химия – наука экспериментально-теоретическая, она знакомит учащихся с общенаучными и специфическими химическими методами исследования. Учащиеся учатся выдвигать гипотезы, проверять их экспериментально, делать выводы, теоретически обосновывать, чтобы использовать на практике. Они приобретают умения, связанные с техникой химического эксперимента, работают с посудой, реактивными инструментами, осваивают химическую символику и методы моделирования веществ и процессов. К пятой группе относятся факты. Факты обнаруживаются посредством эксперимента или наблюдения за натуральными объектами. Часто фактический материал получают с помощью специальных приборов. Факты можно узнать от учителя, прочитать в учебнике или взять из других источников. Шестая группа – это творческое наследие выдающихся ученых. Очень важно показать, что наука делается людьми, и все научные достижения являются результатом кропотливого труда. Химические теории возникали не одновременно. По мере того, как появлялись факты, которые невозможно было объяснить на основе известной теории, создавалась новая теория, расширяющая и углубляющая уже имеющиеся понятия. Именно таким образом построены многие курсы химии. Каждая из основных теорий школьного курса химии представляет своеобразный рубеж, через который проходят химические понятия, претерпевающие качественные изменения. Эти изменения и называют развитием понятий. На представленной схеме вы видите развитие понятий, основных химических понятий в атомно-молекулярном учении, в периодическом законе, периодической системе, химический элемент Дмитрия Ивановича Меделеева и строение вещества, в теории электроэлектрической диссоциации. Также развитие понятий происходит при сравнении теории строения органических веществ и закономерии с возникновением и протеканием химических реакций. На развитие понятий влияют методы химической, науки факты и творческие достижения крупных ученых-химиков. Из схемы можно понять, что химические понятия как бы сшивают курс химии в единое целое. Способы построения курса химии. Построение курса химии может быть различным. Например, на представленной схеме выглядит то, что при несистематическом курсе химии химия может быть разделена на три крупных блока. Это естественное знание, пропедагогический курс и несистематический курс для коммунитариев, то есть в зависимости от профиля и направления. И систематический курс – это когда происходит классификация по объекту изучения. Например, химия делится на две крупные фундаментальные науки – это органическая химия и неорганическая химия, в которой также происходит развитие понятий и развитие общей логики в системе данных курсов. Например, понятие вещество, оно как бы с ним знакомится неорганической химии, также с понятием вещество продолжает понимать студент и развивать это понятие в органической химии. На органическую химию, как вы видите, влияет общая химия, на общую химию химическая реакция. То есть здесь происходит классификация по системообразующему фактору. То есть каждое вещество звенья, то есть каждый элемент звенья влияет друг на друга и тем самым образуется систематическая классификация и образуется систематический курс химии. Рассмотрим, чем отличаются друг от друга указанные в схеме принципы построения. Особенностью несистематических курсов является то, что в них не отражается логика науки, не обеспечено развитие понятий. Обычно эти курсы ограничиваются реализацией формальной логики и руководствуются в основном прикладным содержанием и межпредметными связями. Некоторые из них носят интегративный характер. Например, естество знания включает сведения из рад естественных наук. Физики, химии, биологии, географии. Понятно, что логике какой-то одной науки такой предмет подчиняться не может. Несистематический характер носит широко известный в США и переведенный на русский язык курс химии общества. Главная задача которого рассмотреть круг проблем интересующих общества. Об этом говорит простой перечень глав этой книги. Например, водные ресурсы и качества, водоохимические ресурсы, нефть, химическое сырье или топливо, химия и пищевые ресурсы, ядерные ресурсы, атмосфера, химия, здоровье, химическая промышленность и т.д.